Осенний марафон – одно из главных событий в сфере молодежной политики Ядерного центра, который ежегодно объединяет представителей различных подразделений РФЦ в НИЭФ. В этом году праздник силы, ловкости и духа прошел уже в одиннадцатый раз и собрал 140 участников. Конкуренцию в борьбе за главный трофей соревнований сотрудникам Ядерного центра составили команды НИЭС имени Седокова, КБ-50 и Атом охраны. В начале участникам осеннего марафона предстояло пройти 8 этапов веселых стартов, продемонстрировать свою физическую подготовку, умение бегать на скорость, стрелять из винтовки, плавать, метать дротики. Самый сложный у нас был первый этап. Там нужно было собрать полностью обмундирование человека в каске с автоматом и бросить еще какую-то гранату. Мне очень понравилось пинать мяч. На тренировке у меня ничего не получилось. Но потом я сколько-то баллов набрала для команды. Все мероприятия, которые организуют профсоюзные организации, они организуются на высоком уровне, они другие мероприятия. И уезжая с них, ты всегда ощущаешь бешеную мотивацию на дальнейшее движение именно в рабочем процессе. Поэтому, ребята, когда нас пригласили, я с удовольствием позвал. С удовольствием мы организовали сюда поездку. И мы надеемся, что это поможет им в дальнейшем и в их карьерном росте, и в принципе просто в личностном моральном развитии. Вишенкой на торте осеннего марафона стал флешмоб в честь юбилея РФИАЦ ВНИЕВ. Все участники выстроились в линии, образовав цифру 75, и запустили в небо воздушные шары. Отпускаем! Затем команды отправились на квест, который включал в себя несколько этапов. Веревочный курс и конкурсы, направленные на сплочение команды. Там будут задания, которые связаны с историей Российского федерального ядерного центра. Задача на логическое мышление. Ребятам придется проявить не только какие-то, скажем, физические усилия, но и подумать. Анна Лебедева – давний участник осеннего марафона. В этом году она впервые стала капитаном своей команды. Ее задача – быть связующим звеном между всеми участниками, дать направление, настроить на победу. Цель осеннего марафона, по мнению Анны, не только отстоять честь своего подразделения. Это прекрасная возможность поближе узнать людей, с которыми вместе работаешь. Например, вот мы до участия нашей команды друг друга мало кто знал. Благодаря этому мероприятию, благодаря репетициям к капустнику, мы все очень сплотились. Теперь прям дружная команда. Вечером огласили итоги осеннего марафона. Безговорочную победу одержала команда «Авангард». Завершив слет, профсоюз приступил к организации новых мероприятий. 11 и 12 сентября на базе отдыха имени Гайдара пройдет День семьи. А к 28 сентября дню работника атомной энергетики и промышленности молодежная комиссия при правкоме готовит конкурс в НИЭФ «Территория достижений». Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.